В этом ролике мы поговорим про, пожалуй, главную часть сочинения ЕГЭ, по мнению многих, про проблему и ответим на вопрос, как правильно определить проблему и не терять на этом важнейшие баллы. Начнем, пожалуй, с лайка под этим видео, да, и плавно переходим к материалу. Формулировка задания. Ну, я максимально упростил, я обозначил 4 важнейших пункта, которая касается формулировки. Наша задача сформулировать одну из проблем, поставленных автором текста, и это тема нашего сегодняшнего ролика, да, и ключевое здесь, конечно, одну из проблем. Получается, что в тексте может быть несколько проблем. Наша задача, видимо, не все находить, да, и наша задача не обозначать все. Нужно найти одну и, собственно, ее раскрыть. Далее прокомментировать нужно сформулированную проблему, далее сформулировать позицию автора по И далее сформулировать и обосновать свое отношение к позиции автора по проблеме исходного текста. То есть все ключевые моменты, это проблема, это комментарии, это авторская позиция, это своя позиция, вроде бы как по официальной формулировке зависят от проблемы. Поэтому, конечно, ключевой и важнейший навык это всегда правильно и четко проблему находить. Ну, иногда это проще сделать, прочитав, да, определенные хорошие сочинения и такая возможность у тебя есть, ты можешь перейти по QR-коду, либо по ссылке в описании к этому ролику и скачать безумно полезные файлик в моем телеграм-канале. 10 реальных, идеальных сочинений моих учеников на максимальный балл, с учетом того, что в этом году, в принципе, с точки зрения логики, да, сочинение никак не поменялось и с точки зрения структуры, конечно, тоже. И принципы работы, кстати говоря, тоже, но это тема для отдельного видео. Поэтому обязательно переходи, обязательно скачивай полезный файлик. Но мы обозначим, что же такое проблема. Проблема, по мнению Александра Долгих, это вопрос, который волнует автора. И существует несколько способов формулирования проблемы, но, по мнению Александра Долгих, вот, самое удачное это формулирование вопроса. И всегда своих учеников я учу формулировать проблему именно вопросом. Здесь всегда на помощь мне приходит сравнение. Давай сравним. Роль влияния музыки на человека, точка. Роль влияния музыки на человека. Или какую роль играет музыка в жизни человека. Но мне кажется, что выбирая два этих варианта, они абсолютно правильные. Да, что тот, что тот, все правильно. Но второй вариант, как мне кажется, четче, корректнее, понятнее. Вообще, на самом деле, авторский пошаговый сценарий работы, у меня есть такой, состоящий из шести шагов, вот, конечно, сводится к тому, что наша задача определить проблему и обозначить ее в виде вопроса. Потому что так проще, так четче и корректнее. Например, вот есть идеальный первый абзац, опять же, да. Каким должен быть настоящий писатель? Отличный вопрос. Именно этот вопрос находится в центре внимания Константина Георгиевича Паустовского. Два предложения. В первом абзаце самое оно. От нас требует только это, и ничего придумать не надо. Вступление этой части необязательной, в формулировке об этом ничего не написано. Наша задача обозначить проблему. А проблема, как мы и сказали, это вопрос, который волнует автора. Но как же правильно определить проблему? Пальцем в небо, что ли? Или по теме, или по главному слову, которое обозначено в тексте? Нет, все гораздо сложнее, и обязательно в этом ролике, как я и сказал, мы это разберем. Я буду делиться опытом. Меня зовут Александр Долгих. Уже седьмой год я преподаю русский язык. Готовлю ребят на самые высокие баллы. Сотрудничаю очень тесно с экспертом ЕГЭ и веду один из самых популярных курсов по подготовке к ЕГЭ в интернете. Но обозначая, да, некоторые моменты ключевые из формулировки, мы можем сделать вывод, что вот есть у нас пять абзацев. Опять же, это может быть, вот количество абзацев может меняться вариативно. Кто-то там пишет комментарий в три абзаца, кто-то в два абзаца, кто-то свою позицию обоснования разделяет. Но вот мне кажется, что идеальное сочинение вот выглядит так, пять абзацев. И причем это очень четко сочетается с теми пунктами, которые мы обозначили из формулировки. Сначала проблема, потом комментарий, потом авторская позиция, потом своя позиция обоснования. Про обоснование не стоит забывать. Ну и заключение. И здесь, наверное, стоит дать характеристику каждому элементу нашего сочинения. Проблема, как мы сказали, это вопрос, который волнует автора. Если есть вопрос, где-то должен быть ответ. Это комментарий? Нет, конечно, да. Комментирование это абсолютно другая задача. Вот, авторская позиция, вот он наш ответ. То есть у нас есть вопрос и у нас есть ответ. Комментарий, на самом деле, я всегда говорил, отвечает на вопрос почему. Почему автор задается именно этим вопросом? Почему автор отвечает именно так на этот вопрос? В общем, почему ключевой элемент? И опять же, это, наверное, тема для отдельного, большого, комплексного ролика. В общем, у нас вот есть первый абзац. И мы обозначили, да, что вот очень хороший, удачный первый абзац. Каким должен быть настоящий писатель? Именно этот вопрос находится в центре внимания автора. Ну, есть вопрос, нужно рассмотреть, как сформулирован ответ. Автор считает, что настоящий писатель должен много работать, пренебрегаясь славой, и понимать жизнь во всех ее проявлениях, быть пропитанным ею, чтобы суметь донести все самое нужное для людей. Точка. Очень комплексный, широкий ответ. Можно короче, можно шире, тут как угодно. Но самое главное, вот самый главный вопрос, который меня сейчас интересует, а является ли это ответом на вопрос? Вот является ли наша авторская позиция четким, понятным, последовательным ответом на вопрос, который ссылается на текст? Ну, наверное, на второй элемент вопроса я отвечу. Да, конечно, это полная, прямая отсылка на текст, абсолютно правильная. А вот является ли это четким ответом? Я думаю, что каждый из вас по ту сторону экрана покивал головой, утвердительно, конечно, обозначив, что ну да, вообще-то. Ну, вообще-то это очень даже хороший, очень даже такой комплексный ответ. Да, вот именно этого нам и нужно добиться. Почему? Потому что авторская позиция, как мы и сказали, это ответ на вопрос, формулированный в проблеме. И самое главное, вот это важнейший тезис, который перевернет твою подготовку, если ты до этого ничего не знал по поводу сочинения. Правильно и точно сформулировать проблему можно только в том случае, если верно определена позиция автора. И это вроде бы логично. У нас есть вопрос, у нас есть ответ. И вот от этого вопроса, от того, насколько точно мы его сформулируем, зависит очень-очень многое. И наша задача сформулировать этот вопрос максимально точно, максимально корректно. И здесь стоит отметить, что как проблема зависит от авторской позиции, так и авторская позиция зависит от проблемы. И вообще, на самом деле, между проблемой авторской позиции самая тесная связь. И самая крепкая связь, которую я знаю, намного крепче, чем твоя связь, например, с лучшим другом, да, абсолютно точно, или там с любимой игрушкой, или с чем-нибудь еще, что ты безумно ценишь, потому что проблема авторская позиция, вот и вообще, крепче связи я не знаю, честное слово, поэтому, когда мы говорим о том, что же проще, сформулировать вопрос, и вокруг этого вопроса потом плясать и что-то подгонять, или сформулировать ответ, и уже к этому ответу, к авторской позиции, да, обозначить вопрос, задать вопрос, корректный, понятный, последовательный, то, как мне кажется, у нас в голове начинает, в общем, приходить правильный ответ, да, какая же главная часть сочинения ЕГЭ, вот здесь мы немножечко остановимся, какая же главная часть, неужели это проблема, ради которой все мы здесь сегодня собрались, неужели это проблема, вот, из-за которой, на самом деле, многие выпускники очень сильно переживают на реальном экзамене, ну, и по делу переживают, конечно, ну, и еще раз посмотрим на четыре пункта, которые мы обозначили вначале, сформулируйте одну из проблем, прокомментируйте сформулированную проблему, сформулируйте позицию автора, и обоснуйте и сформулируйте свое отношение к позиции автора по проблеме исходного текста, не кажется ли тебе, что у нас есть вот третий элемент, авторская позиция, и от авторской позиции зависит проблема, комментарий поясняет авторскую позицию и проблему, и от авторской позиции зависит своя позиция, да, поэтому, конечно, главная часть нашего сочинения это авторская позиция, и чтобы правильно и точно и четко сформулировать проблему, нужно первым делом, конечно, найти в тексте ответ на вопрос или главную мысль, которая обозначена в нашем произведении, которую как раз-таки необходимо найти. Если ты сейчас запутался, немножко запереживал, ничего страшного нет, мы сейчас на практике, конечно, все эти моменты обозначим, но это вообще, это абсолютно верный, точный, как мне кажется, и взгляд на определение проблемы, который абсолютно точно поможет тебе без каких-либо проблем определить вот главную часть или одну из главных частей сочинения ЕГЭ. Потому что если написание сочинения твоего выглядит так, так, что там сначала, ну, проблема, хорошо, проблему обозначил пальцем в небо вопрос, о, текст про войну, о, проблема влияния войны, точно, да. Далее, что там надо, комментарии, ага, комментарии, ну, сейчас я поищу комментарий, сейчас я посмотрю, сейчас я его напишу, так, комментарии написали, ага, хорошо, а что после комментарии-то, а, авторская позиция в третьем абзаце, точно, точно, я же ролик смотрел на ютюбе, точно, авторская позиция. И если вот твое сочинение даже на черняке выглядит вот так, и работа такая, высоких баллов не будет, да? Потому что каждый элемент, конечно, зависит от другого, и наша с вами задача, конечно, предвидеть все это. Вот на чистовике сочинение должно выглядеть так, и должна прослеживаться определенная логика. Но сразу, с бухты-барахты, не понимая текста, не обозначая, не зная даже потенциальной авторской позиции формулировать проблему, ху-ху, ребята, мы с вами так это высоких баллов не добьемся, конечно. А именно, вот ради чего все я это затеял, и ради чего этот ролик? Чтобы мы этот момент обозначили. Вот, например, в каком варианте ответа наиболее четко сформулирована позиция автора? Например, как необходимо относиться к людям? Ну и прочитаем каждый вариант. Автор считает, что к человеку необходимо относиться чутко и внимательно. Ну, вроде нормально, но, опять же, к людям, а тут к человеку. А наша задача найти наиболее четкий и корректный ответ. Ну, что-то, по-моему, мимо. Далее, автор считает, что к каждому человеку необходимо относиться чутко и внимательно. Ну, вроде подходит, но четко нам надо и корректно. Далее, автор считает, что чуткость и внимательность, вот что должно быть в основе взаимоотношений между людьми. Ну, опять же, да, ответ, ну так вот что-то, ответ, ну да, ответ, но корректный, да тоже нет. А вот четвертый вариант. Автор считает, что к людям необходимо относиться чутко и внимательно. Вот оно наше, вот оно наше золото, наша потрясающая авторская позиция. И вот это вот нужно запомнить раз и навсегда. Что если у нас проблема, вот если в проблеме написано, как необходимо относиться к людям, значит, наша задача ответить на вопрос, как необходимо относиться к людям. Не к человеку, не что должно быть во главе угла, не что должно быть в основе взаимоотношений, а как нужно относиться к людям. И это абсолютно корректно, да, вот вы встречаетесь с друзьями своими, вы спрашиваете, как дела? Вряд ли же друг там, ваш любимый друг отвечает вам, круто, значит, поел картошку фри. Такие, я же тебя не спрашивал, чем ты занимался, да, я же спросил, как дела? Да, фильм тоже интересный, да, ну, я не знаю, там дисконнект какой-то, в общем-то. И никакого желания, как мне кажется, впоследствии общаться с таким человеком, который некорректно отвечает на ваши вопросы, ну, мне кажется, никакого желания не будет. Вот, и наша задача тоже абсолютно корректно ответить на вопрос. И опять же, пущу этот вопрос в космос, и хотел бы, чтобы вы ответили на него. Вот, например, в комментарии. Понятно ли это или нет, во-первых. А во-вторых, что думаете по этому поводу? Вот, что проще? Вот сформулировать вопрос, как необходимо относиться к людям, когда текст про отношение к людям. Или все-таки посмотреть так текст, внимательно изучить, такой, «Ммм, автор хочет сказать мне, что к людям нужно относиться чутко и внимательно». О, бинго! Как нужно относиться к людям? Понимаете, да? Это то, о чем я говорю на протяжении всего сегодняшнего урока. Наша задача сначала определить авторскую позицию, а потом сформулировать проблему при работе с сочинением. Понятное дело, что первый абзац — это всегда проблема. Точка, да, и даже не обсуждается. Но когда мы работаем, и когда от проблемы зависит очень-очень многое, наша задача, еще раз повторюсь, сделать все возможное, чтобы вопрос был максимально четкий. А вопрос зависит от ответа, поэтому наша задача — сформулировать и вообще-то найти очень четкий и корректный ответ. Или еще одно упражнение. Какие ситуации объединяет людей? Посмотрим. Автор считает, что пережитые трудности и кризисные моменты — вот что может быть объединяет людей. Ну, пережитые, да? Пережитые трудности и кризисные моменты. Ну, очень интересно, конечно. Ну, что-то вопрос, что-то некорректный ответ. Может, есть корректнее? Автор считает, что людей могут объединить пережитые трудности и кризисные моменты. Какие ситуации? Ну, что-то такое, плюс-минус. Ну, посмотрим дальше. Автор считает, что людей объединяют пережитые трудности и кризисные моменты. Хм, очень интересно. Еще раз. Какие ситуации объединяют людей? Автор считает, что людей объединяют пережитые трудности и кризисные моменты. Ну вот это че? Че плюс-минус, чем второй вариант? Или автор считает, что людей объединяют только пережитые трудности и кризисные моменты. Хм, опять же, интересно, да? Вот смотрите. Тут вот наша задача, еще раз, ну, понятное дело, здесь все очень похоже, да? Очень так нормально, наша задача на первых порах научиться максимально четко и корректно формулировать и проблему авторскую позицию. А чтобы это делать максимально четко и корректно, у нас должно быть идеальный матч, идеальный коннект, да? Как в популярных предложениях у вас там. Вот, еще раз. Какие ситуации объединяют? Людей могут объединить? Что-то могут объединить. Что-то, по-моему, не то. Нет, какие объединяют? Я же не спрашиваю, какие могут объединить, а могут не объединить. Четко скажи мне, какие ситуации? Ну, вот, пожалуйста, трудности объединяют. И моменты кризисные объединяют. Вот он четкий ответ. Не только, да, я не спрашиваю, что только, да? Вот только, что может объединять, а что другое не может? Может. Поэтому, еще раз, когда мы формулируем с вами проблему и когда мы формулируем авторскую позицию, наша задача, конечно, здесь очень внимательно смотреть на формулировку и очень точно и очень четко эти моменты обозначать. Ровно это вы можете увидеть в 10 идеальных сочинениях. ЕГЭ-2022 это сочинение моих учеников, моих стобальников. Стобальников в прошлом году было много. Я ими безумно-безумно горжусь, как и всеми учениками. Поэтому настоятельно рекомендую, конечно, скачать в моем Телеграм-канале этот файлик, подписаться на Телеграм-канал и общаться, общаться, еще раз общаться. Потому что в нашем Телеграм-канале мы очень много обсуждаем подготовку к экзамену по русскому языку и делаем все, чтобы наша подготовка была максимально эффективной. Ну и отвечая на финальный вопрос, как правильно определить проблему? Есть достаточно четкий и понятный ответ. Сначала найди авторскую позицию, а потом к авторской позиции задай вопрос. И вот такие секреты на самом деле, или такие тонкие моменты, или такие тонкие принципы помогают как раз таки четко подойти к высоким баллам. Абсолютно точно. И к экзамену по русскому языку нужно готовиться именно так и никак иначе. Я надеюсь, что очень внимательно просмотрел или просмотрела этот ролик. Я надеюсь, что этот ролик тебе впоследствии поможет. Обязательно ставь лайк, подписывайся, подписывайся, пиши комментарии обязательно, да, и следи, следи за следующими роликами. Ну и обязательно файлик. Файлик очень важный файлик, да, который как раз таки, я уверен, тебе поможет. С тобой был Александр Долгих, онлайн-школа Умскул. Пиши сочинение, делай это правильно, грамотно быть модно. До встречи.